Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2003 года. 2,4 бензин, автомат, полный привод. На этом автомобиле пробег 253 тысячи километров. Сзади появился стук. Грешили на бак от газового оборудования. Закрепили его, но все равно шум идет. Стойки работают нормально. Стабилизатор и резинки, ну и втулки стабилизатора, и стойки стабилизатора заменены. Но тем не менее, заезжаешь на кочку, такое впечатление, что садняя подвеска вся разбита. Сейчас покажу по колесу. Сейчас в данный момент автомобиль стоит на ручнике. Это исключить дребезжание колодок ручного тормоза. Также суппорт я тоже прижимал, держал. Пинаю по колесу, притом по задней части колеса. Зажимаю суппорт. Звук не меняется. Подозреваю, что саленблоки. Поднял автомобиль. Немножко сбил грязь щеткой по металлу. Здесь, вот у нас развальный болт на заднем рычаге. Я его тоже расслаблю. Но чтобы потом поставить его по меткам, возьму маркером, сделаю по меткам. Когда буду устанавливать, потом поставлю его по метке. Забрызгиваю ВДшкой. Попробую снять, не снимая цапфы. Если получится, будет здорово. Если не получится, тогда уже сниму целиком цапфу и перепрессую их. Ослабляй. Ослабляй. Обид. Ослабляй. Убийц. Ослабляй. 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 Крым. С worse. С 푯ед boost. Здесь болты и гайки на 19, а нижний болт на 17. Гайки на 19, а нижний болт на 17, а нижний болт на 17. Хорошо, что я болт открутил, я его выкрутить не могу. Кручу, кручу, он приржавел сайлентблоки, но он хоть крутится, выдернул его практически. Получается не выдернул, а выкрутил. Это хорошо. Но нижний сайлентблок я тоже заменю. Снимаю эти болты верхние. Развальный болт я не трогаю, рычаг поднимается вверх. Мне этого будет достаточно, чтобы выдернуть эти сайлентблоки. И также с другой стороны. Нижний сайлентблок я дрелью сейчас ослаблю. Беру сверло и ослабляю резину. Подослабил резину, а вот теперь можно отверткой подбивать его по кругу и выдергивать. Вот так получается. Ослабил его и в этом месте я уже его мог суббодно поддевать и выворачивать. Новый сайлентблок нижний я беру фирмы ZECKERT. ЖМ-5977. Вот такой вот сайлентблок. Смазываю его силиконовой смазкой. Смажу обычной силиконовой смазкой посадочной. Также силиконовой смазкой смажу сам сайлентблок. Одеваю его сюда, сзади шайбу и гайку. Суббованная смазкой. Хочется дать серебряную смазку. Хочется Суббинка. Наталью. Суббинка. Наталью. Суббинка. 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 вот он поджался а дальше я его кувалдочкой сажу его надо чуть-чуть перебить потом вернуть чтобы вот этот бортик посадочный здесь выскочил за цапку все вот хорошо видно бортик выскочил а теперь я его отсюда сейчас немножко верну обратно сайлентблок стоит по центру теперь выпрессовываю вот он сайлентблок если звук услышно будет уже снятый рычаг это со снятым рычагом я пальцем могу раскачать с рычагом там грохот вы слышали какой был так беру также его вытягиваю использую головку на 27 здесь диаметр посадочный 37 хочу я мучиться буду даже мучиться не буду я возьму выбью его той же самой головкой на 27 пыльник мне живой не нужен поэтому я его не снимаю вот и все не надо его ничем не тянуть а затягивать мы уже его затянем шпилькой на место новые сайлентблоки буду использовать фирмы RBI Таиланд получается здесь номера которые на них идут оригинальные это не те номера а вот по RBI номера его нету но сайлентблок идет от камри SXV10 AE92 Corolla 48716 12040 и 48730 33020 по размеру он встает сюда идеально сейчас покажу какой сайлентблок ребята подсказали вот он но его надо смазывать снимаем оба пыльника и смазываем с обоих сторон потом один пыльник одеваем а второй оставим смазывая немножко посадочная вот о чем я говорил снял пыльники набил смазки сюда и набил смазки под пыльник также с этой стороны теперь с той стороны где нет завальцовки отсюда мы будем заталкивать где есть завальцовка мы сразу одеваем пыльник одевая одеваю оправочку и закручиваем гайку той же головкой которые я выбивал на 27 ей же я и запрессовываю а теперь крутим подкрутил резьба здесь у меня уже побита на шпильках добавил гаек и уже дотягивает тоже дальше честно говоря не даже недолго отходили не заготовки судяオ не заживая все в пыльник набил смазки здесь у меня тоже все в смазке одеваем пыльничек и одеваем такое колечко стопорное на пыльник смазываю болт медной смазкой пыльник смазки 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 маску мясо смазки маску смазки плов маску Наживляю гайку, ну и теперь также выбиваю передний сайлентблок. Вот он передний сайлентблок, размер тот же самый, смазываю также с одной стороны установил пыльник, надеваем оправку и закручиваем гайку. Субтитры делал DimaTorzok Все, сайлентблок также посадил на место до его посадочного, сейчас одеваю пыльник и одеваю уже рычаг 1 и 2. И буду менять со второй стороны точно также. Потом опущу, попинаю колеса для сравнения. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, пыльник отдел, сайлентблок стоит на месте. Также смазываю болт. Опускаю в рычаг. И нажавляю гайку. Нижний болт я поставлю другой, сразу его смазываю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И тоже наживляю гайку. При этом резиновые сайлентблоки я не ослаблял. То, что вот этот, он работает именно в ЦАПФе. Зажимаю и иду на вторую сторону. Я хотел обратить внимание, я ослаблял гайки. Надо ослаблять болты, не гайки. Гайки здесь идут с внутренними насечками. Поэтому ослабляем. Вот сейчас даже подтягивая болт, видно, гайку не держу, а она стоит на месте. Вот он. Поэтому ослабляем не гайки, ослабляем болты. Так же и здесь. Ослабляем не гайку, ослабляем болты. Потому что родные гайки тоже с насечками идут. Что за насечки? Сейчас откручу, покажу. Вот они, четыре насечки. Эти насечки вгрызаются. Вот видно, четыре насечки. Эти насечки вгрызаются в металл и не дают им прокручиваться. Поэтому подтягиваем, пока гайка прокручивается, ее можно подержать. А дальше ее уже можно не держать. Там уже только затягиваем. Вторую сторону я тоже оба саленблока заменил. И нижний я тоже заменил. Но здесь получилось сложнее. Здесь болт не открутился. Пришлось его обрезать. Со стороны шляпки он обломился. Со стороны гайки гайку я все-таки открутил. Обрезал его ножовкой и вытащил. Заржавел. На этом все. А я обещал показать, забыл. Вот сейчас приопустил автомобиль еще не до конца. И попинаю по колесу. Все, звука этого нет. Но сейчас приподниму. Вот так вот звенят задние саленблоки, когда выбиты. Ну на этом все. Все, вам доброго.